Два часа назад из Бразилии пришла новость о том, что состав нашей сборной на Олимпиаде могут утверждать вплоть до четверга, когда до открытия игр останется всего день. Дату назвал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, со слов которого схема выглядит так. Заявки международных федераций проходят в Рио-де-Жанейро через выездной спортивный арбитраж, после чего их рассматривает назначенная Международным Олимпийским комитетом тройка. По сути комиссия с чрезвычайными полномочиями. Окончательное решение именно за ней. В том числе по нашим титулованным пловцам Никите Лобинцеву и Владимиру Морозову. Они еще в конце минувшей недели обратились в арбитраж, который в итоге пропустил сроки, назначенные самому себе на рассмотрение дела не более суток. Сегодня сразу после обеда появились сообщения, что Лобинцева и Морозова, уже находящихся в Бразилии, допустят к стартам. К вечеру все опровергли. Неопределенность нарастает вместе с нервным напряжением и для наших спортсменов, и для миллионов болельщиков. Кирилл Брайнин продолжит. За считанные дни до открытия Олимпийских игр около спортивной страсти только накаляются. Насколько же сильным должно быть давление на Международный Олимпийский комитет, чтобы его президенту приходилось на открывшейся сегодня сессии мог делать такие заявления? Каждый человек имеет право на презумпцию невиновности. Это, конечно, относится и к атлетам. Но обвинения против российских спортсменов были такими серьезными и настолько подробными, что эти принципы не могли применяться. И поэтому Международному спортивному суду пришлось отменить в данном случае презумпцию невиновности в отношении российских атлетов, которые понесли коллективную ответственность. Заявление на грани нарушения Олимпийской хартии, которая не предполагает ответственности чистых спортсменов и уж тем более всей сборной отдельной страны. Но Всемирное антидопинговое агентство живет по другим правилам, в которых существует наоборот презумпция вины. И именно ВАДА пытается диктовать свою волю и МОК, и Международным спортивным федерациям. И спортивные эксперты склонны думать, в такой ситуации подписанной многие десятилетия назад хартии, похоже, осталось недолго. Всемирное антидопинговое агентство, оно пошло по пути войны с системой Олимпийской хартии. То есть она хочет, по сути дела, американцы хотят переписать систему Олимпийской хартии под себя. И создать свою собственную систему Олимпийского спорта. Это очень большие деньги, на самом деле, крутятся. Казалось бы, а как же знаменитый лозунг «Спорт вне политики». Но получается, что в Олимпийских соревнованиях как раз спорт все больше теснят политические и бизнес-интересы. Тот случай, когда говорят ничего личного и пытаются решить судьбу целой страны. По сути дела, призывы Всемирного антидопингового агентства, они призывают к спортивному нацизму. То есть нациалистическое воздействие по территории. То есть они хотят бездоказательно наказать целую территорию, целую страну. Аналогии с печальными событиями далекого прошлого проводят все больше спортивных аналитиков. Говорят, хуже, чем сейчас было разве что в начале Второй мировой или во время Олимпийских бойкотов в 80-м и 84-м. Но и сейчас спортивный праздник рискует превратиться в трагедию. Олимпиада это такое масштабное, классное событие, которое должно объединять людей. А на самом деле получается, что она разъединяет. Сейчас вот эта обстановка негатива, обстановка какой-то недоверия затмила весь спорт. Ради чего, соответственно, все и затевалось. Люди совсем забыли, что главные на этом празднике жизни это спортсмены и болельщики, а далеко не чиновники. В итоге в заложниках оказались спортсмены. Те, кто даже приехав в Рио, не знают, допустят ли их до соревнований. И это после нескольких лет подготовки и постоянного стресса. Официально участвовать в Олимпийских играх может лишь прыгунья Дарья Клишина. Сегодня информационное агентство со ссылкой на источники написали, Международная федерация плавания допустила к играм пловцов Никиту Лобинцева и Владимира Морозова. Впрочем, к вечеру в федерации эти сообщения опровергли. В любом случае, окончательное решение принимает Олимпийский комитет. И только после того, как свой вердикт вынесет спортивный арбитраж. И так с каждым атлетом. Принцип презумпции вины в действии. Новое, мягко говоря, не спортивное испытание уж точно не добавляет уверенности в себе. В любом случае фон негативный. Поэтому это негативно повлияет на итоговый результат. Но будем надеяться все-таки, что тех людей, которых это сможет разозлить и подзадорить, гораздо больше в национальной сборной. Ни в одной доктрине военной не было влияния на политику внутри государства через спорт. Вот теперь, опять же, вот теперь на нас давят таким образом. Уже и в программной речи главы МОК Томаса Баха появляются совсем не спортивные, а скорее военные слова. Хоть в Олимпийском комитете и продолжают говорить о справедливости. Некоторые призвали отстранить российских спортсменов задолго до того, как стали известны результаты доклада Макларена. Полное отстранение Олимпийского комитета России многие называют ядерной опцией, которая приведет к тому, что невиновные спортсмены понесут наказание. Такая позиция выходит за все приемлемые рамки, когда речь идет о правилах спорта. Такая ядерная опция несет за собой смерть и разрушение. Все свои решения Международный Олимпийский комитет основывает на данных так называемого доклада Макларена. Одного упоминания в нем достаточно для отстранения спортсмена от участия в играх в российской делегации. Говорят, что это, если не дискриминация? Чистые российские атлеты отстранены от соревнований безо всяких оснований и доказательств, только потому, что они упомянуты в докладе Макларена. Нет ни единой причины не допускать большинство российских атлетов. В этой связи я призываю вас, уважаемые члены МОК, противостоять этому беспрецедентному давлению и не позволять расколоть всемирное олимпийское движение. Угроза этого раскола велика как никогда, но я верю, что вы примете объективное решение, которое раз и навсегда защитит права чистых и честных атлетов. А ведь доклад эксперта Макларена еще даже не закончен. Спортивные юристы уверены, о справедливости тут говорить явно не приходится. Нельзя основывать столь серьезные решения на документе, который не завершен. В чем, собственно говоря, сторона, которая опубликовывает это решение, открыто признается. Это абсолютный абсурд. Тройная, многоступенчатая система отбора не имеет никакого юридического смысла. И кроме как перекатывание ответственности между федерациями, арбитражем в Лозане, Международным олимпийским комитетом, ни к чему не ведет. Кроме того, это же выматывает спортсменов. Многие уже задаются вопросом, может быть, именно такую задачу и ставили перед собой те, кто инициировал этот спортивный скандал века. Ведь мир до этой поры не знал случаев, когда правила игры менялись на ходу под результат. И не замечать этого просто невозможно. По словам экспертов, даже опасно. Иначе история олимпийского движения рискует скоро закончиться. Кирилл Брайни, Наталья Голуб, Мария Михневич, Игорь Крецков и Александр Горностаев. Первый канал.